Сегодня в рубрике «Зарубежная недвижимость» мы предлагаем абстрагироваться от серых будней и отправиться вместе с нами в небольшое путешествие на остров любви. Как вы уже наверняка догадались, речь идет о Кипре. Этот легендарный остров уже давно полюбился не только нашей съемочной группе, но и огромному числу россиян, которые приезжают сюда не только для отдыха, но и для ПМЖ. Поэтому, совершая очередную поездку на остров Афродиты, мы не удержались и подготовили для вас новый материал о том, как мировой кризис отразился на Кипре, его рынке недвижимости и туристической сфере. А также мы узнали, почему этот райский остров любят местные жители, греки и англичане. Итак, начнем с недвижимости. Курсовые колебания, потрепавшие нервы россиян в конце прошлого года, довольно сильно ударили по рынку зарубежной недвижимости. Огромное количество сделок разрывалось и переносилось. В связи с этой ситуацией, то, что с евро было в России, соответственно, здесь, конечно, был резонанс такой очень сильный, в плане каком, что люди, например, вносили деньги за какие-то сделки в начале, до того, как евро поднялось, потом не знали, что делать. То есть многие сделки срывались у меня лично тоже. У многих компаний были такие ситуации, потом многие компании даже уже стали в рублях, согласны были принимать деньги от русских граждан, потому что они по-другому никак не могли. То есть многие, ну, затишье было. Месяца два-три было затишье. Но сейчас опять все движется, покупается, и недвижимости с Украины, из России люди приезжают, покупают. Вопреки кризисам, любовь к Кипру россиян неискоренима. По этой причине строительные компании не скучают и продолжают реализовывать новые и отнюдь недешевые проекты, закладывая в число потенциальных покупателей и наших соотечественников. После того, как ситуация с курсом рубля пришла в норму, жители нашей страны вернулись и к рассмотрению вариантов по открытию бизнеса на острове. То, что связано с туризмом, это будут как представители туристических агентств российских здесь, это все легально. То есть вы можете спокойно открывать представительство, даже компанию не нужно для этого регистрировать, просто открывать и работать. Потому что, ну, Кипр привлекает туристов разными способами, поэтому будет очень приветствовать это. Все, что связано с другим бизнесом, просто нужно думать. Либо, если это будут какие-то услуги, то есть в какой-то компании заключать соглашение, какой-то договор и работать уже под это. Ну, надо смотреть индивидуально очень каждый подход к клиенту. В принципе, сейчас ситуация такая, что очень, ну, есть безработица все-таки на Кипре. И, конечно, стараются привлекать прежде всего своих, трудоустраивать людей, а потом уже иностранцев. Ну, находим способы, чтобы работали и все остальные тоже. Наш эксперт-адвокат Наталья Михайлиду рассказывает, что открытие бизнеса здесь нельзя считать дорогим удовольствием. Однако следует учесть новые тренды в российской политике. Компанию стоит открыть приблизительно полторы тысячи евро. То есть если там уже будут какие-то дополнительные услуги, такие как номинальный директор, номинальный секретарь, который является налоговым резидентом Кипра, будет чуть-чуть подороже. Например, в пределах тысячи восемьсот, пятидесяти евро, двух тысяч максимум. И тогда уже можно будет. Ну, компания, деятельность прописывается разная. Вся незапрещенная, то есть легальная деятельность компании. Можно много еще что делать. И услуги, и реклама, и транспорт, то есть все что угодно. Немножко изменилась политика России. И сейчас они, я слышала, то есть те люди, которые владеют компаниями на Кипре, должны уведомлять налоговые инспекции России. Но пока это тоже не испугало, потому что не было прецедентов на эту тему. То есть пока не было запросов никаких из России. Все равно продолжают открывать и работают здесь. А теперь немного о туризме. Представитель крупнейшей кипрской компании «Лептос» Джордж Лептос отмечает, что несмотря на все сложности в экономике и политике, туристический поток из России меньше не становится. Кипр все еще очень популярен среди русских. Конечно, экономические и политические кризисы, ситуация с Украиной, драматическое падение курса рубля, все это повлияло на Кипр. Но за последние месяцы ситуация немного улучшилась. Мы ожидаем, что число русских туристов, приезжающих на Кипр, будет увеличиваться с годами по многим причинам. В первую очередь из-за прекрасных характеристик Кипра, как туристического направления. Но основной причиной все же является тот факт, что русские и киприоты исторически связаны друг с другом. Здесь очень сильная связь между двумя странами, между двумя народами, много общего, включая религию, семейные ценности и в целом культурные связи. Рассказывая о планах на новый туристический сезон, кипрские ательеры не стесняются своих амбиций. Мы очень рады, что за первые три месяца этого года количество туристов, посетивших Кипр, увеличилось на 16%. Цель всех ательеров, всей туристической сферы и правительства Кипра – конечно, увеличить количество туристов, приезжающих на Кипр, и продлить, насколько это возможно, летний сезон. Как вы знаете, Кипр является 12-месячным направлением, не только летним. Но, конечно, зимой количество людей намного меньше, и мы хотим это исправить. Причины, по которым россияне переезжают на остров Авродиты, понятны практически каждому. Недостаток солнца, моря, свежего воздуха, усталость от активной городской жизни и многое другое. Но почему сюда переезжают греки и англичане? И почему сами киприоты, несмотря на неограниченные возможности в передвижении по Европе, все равно возвращаются домой? Об этом они расскажут сами. Помимо россиян, Кипр уже давно стал родным домом еще и для англичан. Чаще всего британцы переезжают в город Пафос, который называют «жемчужиной острова». Наш первый герой – Тони, певец родом из Англии. На Кипре он живет уже около полутора лет и по родине абсолютно не скучает. «На Кипр меня пригласил мой друг, он уже работал здесь. Я много где побывал до этого, но на Кипре ни разу не был. Я особо не задумывался, это была спонтанная поездка. Здесь мне нравится все, и я пока не собираюсь возвращаться в Англию. Особых проблем во время переезда у меня не было. Я люблю Кипр, тут великолепно. Солнце, море, прекрасная погода, отсутствие языкового барьера. Английский здесь основной язык и, конечно же, моя работа. Я выступаю в барах Пафоса, в Коралл Бэй, в баре Фрэнс. В целом люди здесь очень доброжелательные, помогают, угощают напитками, едой. Но все здесь действительно делается очень-очень медленно. Они говорят, что сделают это завтра, и на следующий день они опять говорят, что сделают это завтра и на следующий день. Но все равно здесь здорово. Приезжайте на Кипр, мы все живем в мечте. Вот и все. Наш второй герой Джордж, он киприот. Нашего гостя можно считать активным путешественником. Несмотря на большой опыт жизни в других странах и противоречивые чувства по отношению к острову, Джордж все равно предпочитает жить именно здесь. Жить здесь очень легко. Я жил в США, жил во Франции. Мне жизнь на Кипре дает меньше возможностей. Например, не так много мест для развлечений ночью. Но здесь более расслабленный стиль жизни. Так что люди более умиротворенные, дружелюбные, у них меньше стрессов. Здесь легче найти кого-то с похожими интересами. В общем, это лучшее место для семейной жизни с хорошими друзьями. Я люблю и ненавижу Кипр одновременно. Я стараюсь видеть положительную сторону Кипра и наслаждаться жизнью. Конечно, есть такие плохие вещи, как коррупция. В экономике есть проблемы, она медленно приходит в норму. Но все равно есть какие-то проблемы. В основном для молодых людей. Очень сложно найти работу, много безработицы. В целом, пессимистичный настрой здесь на острове. Но я надеюсь, это скоро изменится. Я уже вижу некоторый прогресс. Так что, надеюсь, в ближайший год, может быть, два, все более или менее придет в норму. Кроме этого, да, я люблю Кипр, я наслаждаюсь жизнью здесь. И я с радостью пригласил бы сюда всех в качестве туристов. Свою историю переезда на Кипр нам рассказал еще один музыкант Алексис. В пафос он переехал из Греции. Оказывается, там тоже иногда выпадает снег. Одна из причин его переезда – работа. Я из Северной Греции. И в моем родном городе довольно холодный климат, много снега. И это здорово быть в таком прекрасном месте, как пафос. Здесь море, замечательная атмосфера и хорошая погода. Из-за того, что у меня много свободного времени, я стараюсь проводить его креативно. Чтобы держать себя в форме, я бегаю, плаваю. Иногда просто гуляю с друзьями. Кипр – очень спокойное место. Это не лень, это умиротворение. В этом и разница. Вы можете быть безмятежным, но не ленивым. Как видите, все истории любви к Кипру похожи. Солнце, море, дружелюбие и умиротворение. От этого мы никогда не сможем отказаться. Хороших вам путешествий и добро пожаловать на остров Афродиты. Здесь вам всегда рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова